В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Поселок Южный в Самаре постепенно приобретает благоустроенный вид. Прошлой зимой здесь завершили работы по укреплению берега реки Волга. Из-за оползней под воду могли уйти несколько домов. Теперь же здесь не только крепкие берега, но и благоустроенная зона отдыха. Однако впереди еще немало работы, чтобы сделать Южный не только красивым, но и комфортным для жизни. Благоустроенный скверик, набережная, смотровая площадка. Рядом на детской площадке играют малыши. Сегодня это любимое место отдыха жителей поселка Южный. А еще пару лет назад картина была совсем иная. Этот сквер был запущен очень сильно. На берегах здесь столько было мусора в этих лощинах. Сделали, конечно, хорошо. Все прекрасно. Укрепили берег. Сквер вот этот вот сейчас обиходили, сделали очень хорошо. Лавочки. Однако мусор был меньшим из зол. Из-за грунтовых вод и подмыва рекой Волга склон медленно уходил в воду. После оползня расстояние до ближайшей дороги стало всего 4 метра. Причем в зону разрушения попадала и жилая застройка. Дома, где проживали порядка 250 человек, здания, профилактория и санатория. Берег решено было срочно укрепить. Первоочередные меры приняли городские власти. Основную нагрузку взял на себя областной бюджет. Теперь территория полностью безопасна. Угроза обрушения исключена. Жители довольны новым сквером. Однако после масштабных работ всплыли и недостатки. Изменилось, конечно, в лучшую сторону. Постарались. Спасибо от жителей, от мам, от бабушек. Недоделки есть, которые хотелось, чтобы устранили. Сделали вроде бы все для нас. Спасибо, хорошо. Но мы остались без пляжа. Теперь жителям Южного не хватает пляжа и лодочной станции. Ответы на актуальные вопросы горожане услышали на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, депутатом Госдумы Александром Хинштейном и главой администрации Самары Олегом Фурцевым. Проблему с пляжем, который волнует жителей, решат, скорее всего, за счет свободного берега, который сейчас находится в аренде участников. Для местных рыбаков оборудуют и лодочную станцию. Первичные интересы в данном случае – люди, люди. Если людям нет места совсем, значит передвигаемся. Или мы тут что-то сделаем такое, где в одном месте, во втором месте был бы обустроен пляж. Пляж и лодочную станцию, обещанную, мы доформим. Будет пляж. Жители обсудили с губернатором и другие вопросы. К примеру, нехватку в поселке продуктовых магазинов, капитальный ремонт домов и даже вопросы воспитания молодого поколения. Вы знаете, я вот живу на Южном с 92-го года. И первый раз к нам приехал губернатор за все это время. Разрешите, я пожму руку вам за то, что вы такой хороший хозяин Самарки. За то, что действительно вы делаете, делаете для нас все. Судя по Мордовии, мы знаем, какой вы хозяин. Да, да, точно. И дай бог вам долгих-долгих жизни. Он же не Мордовский, а наш Самарский хозяин. А это наш Самарский стал, да. Его не отдать. Люди в Южном активны и готовы работать на благо своего поселка. Совместно с властью его удастся сделать красивым и благоустроенным. Как пример, современное футбольное поле, построенное в Южном. Здесь растят новое поколение чемпионов. Недаром Соколята говорит о своей команде тренер. Юные футболисты из Южного делают большие успехи. А вскоре после тренировки смогут поплавать и отдохнуть неподалеку, на благоустроенном пляже. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Пока самарцы отдыхают на пляжах, городские котельные готовят к зиме. В отопительный сезон подавать тепло в дома самарцев будут 44 котельные. Как ведутся работы, укладываются ли в срок, проверил заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Котельная на улице Металлистов зимой будет согревать 14 домов Кировского района. Все подготовительные работы здесь уже выполнены. Замечания по содержанию прилегающей территории и по внешнему виду самого здания котельной сделал первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко во время плановой проверки. Навести порядок в кратчайшие сроки пообещали тепловики. Все работы в части подготовки к плану предупредительных, то есть график ППР, выполнены. Остаются такие замечания, которые, в принципе, мы однозначно подберем, наведем порядок, получим паспорт готовности и могут никто не беспокоиться, что отопление будет включено в срок. Вторая точка в плане объезда – котельная на улице Краснодонская. От нее тепло зимой будут получать 19 домов. Здесь работы еще не завершены. Здесь штатная пусконаладка, это ревизия запорной арматуры, это вся автоматика, измерительные приборы. Не вижу каких-либо опасений, что мы, может, вопрос какой-то по котельной выпасть. Подготовка всех котельных в Самаре должна завершиться в сентябре. Ход работ на личном контроле главы администрации Самары. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. В этом году в областной столице развернулись масштабные работы по покосу травы. Службы наводят порядок на территориях возле школ, детских садов, больниц, в парках и вдоль дорог. За борьбой с аллергенами наблюдала наша съемочная группа. Острые лезвия справляются с зарослями травы за считанные секунды. Эта территория на проспекте Кирова ни за кем не закреплена, но без внимания не осталось. Районная администрация наняла подрядчиков, чтобы навести здесь порядок. Местные жители такому вниманию рады. Амброзия каждый год превращается в большую проблему, особенно для аллергиков. Конечно же, это очень приятно. С таким злом, как амброзия, нужно бороться в любом случае. Это здоровье наших детей, наше с вами здоровье. Все работы по покосу травы в районах под пристальным контролем муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Специалисты внимательно следят, чтобы от косарей не скрылась ни одна травинка. В данном случае мы штрафные санкции не применяем. Мы договариваемся с подрядом организаций для того, чтобы они все-таки качественно выполняли эту работу. В противном случае, без нашего согласования, не будут произведены оплаты за выполненные работы с заказчиком. Траву косит не только на территориях возле школ, больниц и детских садов. После дождей новую поросль продолжают убирать в парках, скверах, на бульварах и вдоль дорог. Работа выстроена по четкому графику. Бригады передвигаются по всему городу. В этом году особое внимание отдаленным районам. Участки, где еще не ступала нога косаря, теперь тоже стоят в планах на покос. В текущем году предприятие уже не делает различий между отдаленными районами центральной части города. То есть газоны, они везде придорожные. И для отдаленных районов те же требования по покосу, те же кратности, та же периодичность, как и в центральной части города. Косить траву в городе будут на начало осени. Сообщить о территориях, где требуется провести покос травы, самарцы могут в Департамент благоустройства и экологии, в районной администрации или управляющей компании. После создания в Самаре районных советов депутатов, каждый район будет иметь свой бюджет, принимаемый народными избранниками. Источники обеспечат и наполнят финансовыми возможностями. Создаваться бюджет будет за счет 10% земельного налога и 50% налога на имущество физических лиц. В сравнении с первопроходцами новой системы местного самоуправления Челябинском, Самара впереди. В городе Металлургов цифры совершенно иные. Это 3% земельного налога и всего 10% налога на имущество физических лиц. Будущий бюджет, безусловно, зависит по большей части от населенности того или иного района. Так, самый большой промышленный превысит бюджет, скажем, маленького самарского. Тем не менее, будут выработаны выравнивающие механизмы, чтобы уровень жизни людей не зависел от того, в каком районе они проживают. Мы идем очень серьезно, решительно и делаем те изменения, которые сегодня происходят. Они не носят декоративного какого-то характера, а направлены на то, чтобы люди, которые будут обращаться в администрации и те, кто будет работать в районных советах, в администрациях районов, обладали всеми возможностями, чтобы реализовывать те задачи, которые поставлены. Судьбой фрагментов старинной крепости в Самаре займется специальная комиссия. Деревянное сооружение самарские археологи обнаружили в районе Хлебной площади два года назад. Предположительно, это постройка конца 17 века. Сейчас раскопки временно заморозили. Будет ли продолжена работа и появится ли в областной столице еще одна историческая достопримечательность, обсудили на совещании при главе администрации. Фрагмент старой крепости самарские археологи нашли в 2013 году. Исследователи сразу сделали предположение. Возможно, это часть крепости времен правления Петра I. Ранее о ней было известно только по историческим документам. Исследователи предполагают, найденные деревянные сооружения – либо часть оборонительных, либо укрепительных конструкций. Чтобы определить точный возраст постройки, образцы дерева отправили на экспертизу в Санкт-Петербург. Анализ показал – постройка сделана в конце 17 века. На месте раскопок нашли много уникальных артефактов – посуду, личные вещи, которые также указывают на возраст крепости. Действительно, очень мало археологического материала. Но на такой площади, собственно, ну как, трону было что-то другого. Ожидатель такого вот более массового. Из индивидуальных находок, ну самое интересное, конечно, курительные солдатские трубки, которые использовались и в 18-м, и в 19-м веке. Сейчас раскопки временно прекращены, но археологи горят желанием их продолжить. А площадь работ значительно расширить. Уникальной находкой может стать для Самары новой достопримечательностью. Этот объект, который действительно является потенциальным и туристическим объектом, и очень важным объектом для истории города. То, что он находился на территории Самарской крепости 1976 года, это тоже совершенно однозначно не вызывает никакого сомнения. То, что по мере возможности его необходимо музифицировать и создать там какой-то музейный комплекс, это тоже, в общем-то, общее мнение научного сообщества. Архитекторы уже разработали возможный вариант музея на Хлебной площади, где можно будет познакомиться с находками археологов и посмотреть на деревянную крепость. На совещании решено создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом. Областные и городские власти идею научного сообщества поддерживают, но она требует тщательной проработки. То, что касается музея, то действительно, наверное, нужно создавать рабочую группу, создавать конкурсную комиссию, смотреть, как это все реализовать, насколько это хорошо впишется в ансамбль Хлебной площади, действительно. Чтобы продолжить раскопки, потребуются большие средства. Часть планируют получить из федерального бюджета, часть от спонсоров. В ближайшее время участники рабочей группы представят план необходимых работ на месте раскопок. Давайте договоримся, что в течение двух месяцев вы подготовите нам предложение поэтапное, что нужно делать для того, чтобы сохранить итоги этих раскопок, какое финансирование потребуется. Возобновить раскопки старинной крепости планируют в 2016 году. В старину хождение по воде было чудом, а нынче обычное дело. Этим каждый день занимаются жители поселка Шмидта. Береговая линия реки Самара сужается с каждым днем, потому что на территорию привозится грунт и возводится площадка. По документам в этом месте вода, а по факту земля. В современных чудесах разбирался наш корреспондент. Не верьте глазам своим, земля, на которой стоят люди, не земля вовсе река Самара. Во всяком случае, по документам. За твердую почву под ногами в ответе один из нечистых на руку предпринимателей Самары завез грунт, чтобы использовать участок в личных целях. Такую смекалку да в мирных быцелях, шутит председатель совета ТОС поселка Шмидта Татьяна Максакова. Грунт отсыпается по всей протяженности поселка. Камазы ездят по дорогам через жилую зону, разбивают асфальт, шумят, пылятся, трясают жилые дома. Так что исчезнувшая вода не обман зрения, а происки мошенников. У нас поселок стоит и устроен так, что ливневые воды стекают вниз. Сейчас это насыпь такой высоты, что вода задерживается на уровне улиц и не уходит. У кого-то в погребах стоит вода, значит, где-то дренажная система засорена, просто никуда не уходит. В ближайшее время будет организована штрафстоянка для большегрузной техники и еще ряд мер, которые, я думаю, что позволят поселок Шмидта и другие территории, где есть схожие проблемы, очистить от транспорта, который привозит мусор и утилизирует отходы вблизи природоохранных зон. Возводимая насыпь, по большей части привезенный грунт, мусор строительный и даже бытовой. Штраф за несанкционированную свалку – тысяча рублей для бизнесменов – капля в море. Наказание за хищническое отношение к природе должно быть более суровым. Машины эти ставят на штрафстоянку, будут они ждать суда месяц-полтора, нести убытки. И через какое-то время люди поймут о том, что просто им невыгодно и накладно эту работу осуществлять. Подобные ситуации наносят ущерб экологии и людям. Полиция и природоохранная прокуратура проведут жесткие проверки случаев в поселке Шмидта. Виновники будут наказаны по всей строгости закона. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Самарские метростроевцы получили подарок к летнему сезону – турбазу «Голубой экспресс». В этом году сотрудники предприятия рисковали остаться без отдыха на любимой турбазе, которая находится на острове Проран. Но в ситуацию вовремя вмешался глава администрации Олег Фурсов. Уже с 1 июля турбаза принимает отдыхающих. Чистый воздух, купание в Волге, прогулки по еловому лесу и вечерние беседы у мангала. За путевками на турбазу предприятия сотрудники Самарского метрополитена выстраиваются еще весной. Никаких, говорят, за границ не надо. Я уже езжу сюда, ну, лет, наверное, 12, если не больше. Ну, короче, уже наши дети выросли, уже вот внуки ездят. Да мы все друг друга знаем же. У нас метро не пройдешь, не поздороваешься, если ни с кем. Все нравится. И воздух здесь другой, и вообще природа другая. Вот в городе, например, вот дождь был, мы вчера ездили. Думаем, ну все, на Параране тоже холодно и сыро. Приезжаем, здесь другая погода, здесь весь тихо, спокойно. А там все тревожно, все там. В небольших уютных домиках есть все, что нужно для жизни. Кровати, холодильник, шкаф для одежды. Готовят еду отдыхающие себе сами. На территории есть кухня и столовая. Удобно, хватает лиц, все у нас хватает, и все очень хорошо. И все время у нас чистенько. В этом году «Голубой экспресс» начал работать с опозданием на месяц. Из-за недостатка средств на содержание самарский метрополитен хотел отказаться от турбазы. Но сотрудники предприятия не были готовы остаться без любимого отдыха на Параране. Вопрос под личный контроль взял глава администрации города Олег Фурсов. Муниципалитет ведет активную работу по восстановлению турбаз муниципальных предприятий, чтобы горожане могли отдыхать и оздоравливаться на своей территории. Общими силами за месяц турбазу «Голубой экспресс» подготовили к сезону. Подремонтировали домики, покрасили лавочки, установили пожарную сигнализацию, провели ревизию электрохозяйства. Все условия для отдыха есть. Конечно же, турбазу нужно развивать. Территория позволяет и собирать здесь еще дополнительно летние каркасные, щитовые домики, и спортивные площадки здесь, и детские обязательно нужно, конечно, здесь смонтировать, чтобы они были. Чтобы более комфортно людям здесь было. Турбаза «Голубой экспресс» открыта не только для сотрудников Самарского метрополитена, но и для остальных горожан. Причем стоимость путевок для них также не отличается от цены для метростроевцев и сохраняется на уровне прошлого года. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. И в завершение. Страшную статистику ведут врачи больницы имени Середавина. Только за май и июнь в реанимацию поступило 19 малышей с травмами от падения с высоты. Часто дети, глядя в окно, опираются на антимоскитную сетку, которая не зафиксирована, и вместе с ней выпадают из окна. Подробности в нашем сюжете. Девочке на фото сейчас было бы уже 8 лет. Трагедия произошла в 2009-м. Ребенок выпал из окна с пятого этажа, облокотившись на антимоскитную сетку. Вся семья тяжело переживает потери до сих пор. Бабушка рассказывает, в тот день малышка буквально на миг осталась в комнате одна. Только сноха выбежала, нет ее, она летела с пятого этажа, все ноги себе побила. Вот, значит, соседи выбежали, там была машина. Быстренько она ее взяла и на полевую больницу. Вот там она прожила два часа. Статистика подобных случаев ужасает. Год за годом, едва начинается теплый период, дети падают из распахнутых окон. Только в этом году в больницу имени Середавина поступили 19 малышей от полутора до пяти лет, которые выпали из окон. Двоих из них привезли в начале июля с разницей в 20 минут. К счастью, все пострадавшие остались живы, но получили тяжелые травмы. Это черепно-мозговая травма, перелом костей, перелом костей таза, позвоночника, грудная клетка повреждается. Ну и также повреждения внутренних органов. Чаще всего это печень и сердце. Лечение достаточно длительное, занимает больше месяца и часто бывает меморизация. То есть дети становятся инвалидами. Врачи настоятельно рекомендуют не открывать окна, когда в комнате ребенок. Подвижный малыш может выпасть из окна буквально за секунду. Несчастных случаев с падением детей много по всей России. Участники социальных сетей даже запустили в защиту детей специальный флешмоб. Напоминание взрослым. Ребенок в комнате, закрой окно. Марина Матвеевична, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. С 10 июля по 10 августа в рамках капитального ремонта Московского шоссе запланировано переустройство трамвайных путей на пересечении с улицы Врубеля. С 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут проводиться на пересечении с Нововокзальной. Подрядной организацией будет перекрываться половина Московского шоссе. Изменится и схема движения некоторых трамвайных маршрутов. Телеканал «Самары ГИС» теперь доступен жителям микрорайона «Крутые ключи» и коттеджного поселка «Ударник». Настройте первый городской телеканал в цифровой сети «ЭГС Телеком». И это все городские события. А у меня еще новости экономики. Говорят, что капитализм без банкротства все равно, что христианство без преисподней. Ну, с христианством у нас все нормально. А темпы инфляции в стране в 4 раза превысили темпы роста заработной платы. В отдельных регионах цены росли быстрее зарплат в 10, 20 и 73 раза. Базовая инфляция с апреля по апрель составила 17,5%, а рост заработной платы 4,4%. Среди регионов России самая большая разница между ростом цен и зарплат отмечена в Республике Башкирия. Еще в пяти регионах темпы инфляции опередили темпы роста зарплат более чем в 10 раз. Это Новгородская область, Брянская область, Псковская область, Республика Алтай и Курская область. При этом в шести регионах соотношение темпов инфляции и роста зарплат посчитать вообще не удалось, так как в них заработная плата снизилась. Речь об Амурской области, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Тверской, Волгоградской и Курганской областях. 300 тысяч россиян могут объявить себя банкротами. Именно столько граждан сейчас крепко увязло в долгах. Они имеют кредиты на сумму более 500 тысяч рублей и не менее 90 дней просрочек по ним. Таким образом, они подпадают под закон о банкротстве физических лиц, которые должны вступить в силу 1 октября 2015 года. Однако надеяться, что долги будут полностью списаны, не стоит. Как предупреждают эксперты, рассчитываться с кредиторами все же придется. Интересно, чем? По сравнению с 2014 годом, выезд российских туристов за рубеж сократился на 40%. В то же время, въездной турпоток иностранных туристов в России увеличился на 16%. Причем, по оценке руководителя Ростуризма, который и привел эту статистику, такая тенденция будет продолжаться. Более того, руководитель профильного ведомства мягко рекомендует турбизнесу действовать так, чтобы деньги оставались в стране. Да мы бы и рады поехать, да тут вот 300 тысяч человек готовы обанкротиться, так что не до туризма. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1600 пунктов. Среди лидеров роста в СМПО «Ависма», «Русал», «Распадская», «КамАЗ» и «Россети», аутсайдеры «ТВК-1», группы «Пик», «ММК», «Аэрофлот», «Дикси» и «Ростелеком». К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением на фоне опасений относительно ситуации по Греции и Китаю. Европейские площадки полны оптимизма, и вчерашние торги закрыли в полюсе, рассчитывая на благоприятное решение греческого вопроса. На азиатских площадках также преобладает позитивная динамика. Нефтяные котировки пошли вверх. Курс доллара на 9 июля 57,21 рубля, курс евро 63,08 рубля, золото стоит 2123 рубля за грамм, серебро стоит 27,58 рубля за грамм, цена нефти марки «Бренд» 58 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова